У меня несколько бизнесов. Бизнесы в области консалтинга, бизнес в области брендинга, у нас есть собственное производство. То есть мы время от времени, мы также работаем с ритейлом, и все, что сейчас мы обсуждаем, это все, что пропущено через мой собственный опыт. Я хочу с вами именно этим поделиться, потому что мы партнеры, знания, которые не прошли через нашу кровь, это не более чем слухи. Поэтому то, что будет дальше, это будет разговор сегодня о двух вещах, о том, как нам быть предсказуемыми в продажах, как нам выстраивать продажи. Как нам выстраивать так, чтобы мы понимали, что у нас они будут завтра, послезавтра, в каком объеме. И, собственно говоря, мы говорим о том, как нам сделать так, чтобы у нас возникала определенная последовательность в маркетинге. И вот сегодняшний кейс – это, в общем-то, такая маленькая часть, но очень важная, очень большой нашей программы, которая позволяет разрабатывать систему для зарабатывания денег. И давайте перейдем тогда к продажам, потому что каждый из нас, мы с вами постоянно сталкиваемся каждый день с тем, что нам кто-то что-то продает, или мы сами хотим что-то продавать. Ну и часто, вот посмотрите на эту картинку, вот я нашел в интернете, ну вот есть такое понятие, такое френд-зона, и на всяких курсах по продажам людей обучают такие, ну вот надо бы познакомиться с человеком, спросить, как дела, как твоя жена, как твоя кошка, и потом продать. И вот такие, когда мы находимся, мы понимаем, что когда человек с нами начинает об этом говорить, там, о, привет, привет, как погода, как твоя жена, как дети, вот. А не хочешь мне купить вот такую штуку, например, да? Ну и в общем, как-то вот, ну блин, опять это все начинается, и ты пытаешься уйти от этого, потому что это не работает на сегодняшний день, да? То есть это перестало работать какое-то время назад, и такая картина, буквально вчера там сидя в офисе, значит, мне звонит телефон, и какой-то человек говорит, тут Алексей, вот мне тут дали ваш сотовый телефон, вы знаете, мы тут, мы тут компания по IP-телефонии, не хотите ли у вас купить IP-телефонию? Ну то есть, ну я говорю, зачем мне ваша IP-телефония? Ну то есть, вот на это уходит очень много времени, приходится, естественно, защищаться, там, помощники, там, блокируются эти телефоны, но вот эта проблема в том, что это не продается, это не работает, и самое главное, что на это уходят деньги, время, время маркетологов, время продажников, и продажники все равно этим занимаются, потому что многие не понимают, а как же работать по-другому? И я могу рассказать, как это работает по-другому, потому что мы это применяем в своих бизнесах и в России, и за рубежом, и здесь нам поможет книжка Дезмонд Моррис, это вообще такой чувак известный в Америке, он зоолог, он всю жизнь изучал животных, вот, и когда он сделал огромное количество трудов, связанных с изучением животных, он подумал, почему бы у меня не поизучать людей, вот, и у него такая тема возникла, причем особенности в аспекте в том, что как, он обратил внимание, что очень странно, да, так как незнакомые люди через какое-то время оказываются вместе в одной постели, женятся, рожают детей, хотя какое-то время назад, ну, то есть, они даже понятия друг о друге не имели. То есть, как происходит так, что через, от того, что мы друг друга не знаем, то через какое-то время мы живем вместе, и что это за шаги, то есть, он когда начал изучать, он понял, что есть несколько шагов, которые приводят нас от незнакомцев совсем к тем людям, которые не могут жить друг без друга. И этих шагов 12, он их вычислил, 12 шагов, они вот довольно-таки простые, но я все равно на них остановлюсь, то есть, первый шаг, это когда мы друг друга замечаем, то есть, мы не можем познакомиться, да, мы не можем познакомиться, если мы друг друга не увидели, то есть, мы как-то друг друга увидели, увидели какой-то силуэт, нам становится это интересно, и мы уже такие заинтересованы, интересно, что же это за человек. На втором шаге мы уже можем посмотреть друг другу в глаза, мы можем вызвать какой-то интерес, мы можем подробнее, более внимательно разглядеть друг друга, Потом мы начинаем разговаривать, общаться. Через какое-то время мы можем коснуться друг друга рук, пожать руки друг к другу, пообниматься как-то. На пятом этапе потом уже прикоснуться друг к другу. Это такая большая последовательность действий, которая, если вы задумываетесь, то по жизни это у всех так и происходит. Очень важный этап, когда мы доходим до восьмого этапа, когда, например, рука касается головы. Потому что вообще не каждый человек позволит чужому коснуться головы. Более того, если вы попробуете погладить по голове незнакомую собаку, я думаю, что эксперимент будет такой тяжелый для руки. Ну и дальше, собственно говоря, после этого восьмого этапа, уже там девятый, десятый, одиннадцатый, тоже очень происходит быстро. Ну и люди как-то оказываются в постели. Вот он обратил внимание на то, что возникновение вот такого, таких двенадцать шагов близости, время не играет никакой роли. Ну то есть неважно, это может произойти, условно говоря, за один день, или это может происходить в течение года. То есть, но вот время это не так важно. Очень важно, что этапность. Потому что в каких-то случаях, конечно, можно пропустить там один-два шага. Но в целом очень странно, если вы, ну, например, на четвертом этапе, не знает человек или незнакомый человек, подходит к вам и начинает вам сжать руку. Ну то есть, это же как-то тупо, ну то есть, вы же не можете понять, то есть, а что это происходит. Или там, тем более, он начинает там гладить вас по голове. То есть, поэтому и в отношениях то же самое. То есть, мы когда знакомимся, то есть, у нас какие-то, ну, мы там друг другу понравились, то есть, мы приглашаем друг друга на чашечку кофе. Ну то есть, у нас нет такой идей там, о, привет, а пошли-ка со мной в постель. Ну то есть, чувак-то дурак, что ли, или, ну там, о, привет, а поехали со мной в отпуск, ну там, на острова. С чего ради-то, да? То есть, поэтому нарушение этапов, и он заметил, что если будут нарушены хотя бы более двух этапов, то никакого результата не будет. Ну просто вообще не будет, потому что именно последовательность этих этапов и создает вот эту систему доверия. Когда мы начинаем верить друг другу, когда мы доверяем, когда мы, ну, в конце концов, уже, так сказать, хотим жить вместе. Как это связано с бизнесом? В бизнесе, как я и говорил, большинство продажников, большинство маркетологов сегодня пытается проскочить. То есть, это, знаете, как-то в кино. Сделай-ка мне монтаж. Вот в кино монтаж можно сделать, а вот в бизнесе и в продажах нельзя. Также в отношениях нельзя сделать монтаж, потому что пропуская этапы, возникает очень странная история. То есть, это выглядит примерно так. Вы заходите на сайт, на чей-нибудь, и вам тут же выкидывается баннер, там, типа, привет, а ну-ка, купи мой продукт. Или вы получаете по электронной почте сообщение. Здравствуйте, мы такая-то компания, купите наш продукт. То есть, мы это встречаем каждый день, это основная проблема того, что куда теряются деньги. Но на самом деле, неважно, каким вы бизнесом занимаетесь, там, B2C, это B2V, любые отношения между людьми, любые продажи, это не что иное, как отношения между людьми. Это human to human. То есть, мы всегда взаимодействуем с людьми, и неважно, что это. Неважно, продаете вы вилки, или продаете вы автомобили. То есть, вы всегда, вы всегда коммуницируете с людьми. Вы выстраиваете отношения между людьми. И это критически важно, потому что, если мы перешагиваем эти этапы, мы не получаем вот этого доверия, после которого возникает контакт и продажа. Хорошая новость в том, что в бизнесе, в принципе, и в маркетинге нет 12 шагов, их меньше, их 8. Значит, как выглядит вся эта система. И самое важное, я бы хотел, чтобы вы, конечно, для себя записали, что в целом то, что мы говорим про маркетинг и его роль в бизнесе, это, в общем-то, тихо и незаметно провести клиента через все стадии ценностного путешествия. И вот эти 8 стадий в бизнесе, о которых мы сегодня и поговорим, они довольно простые, но почему-то в большинстве случаев в России пока это никак не учитывается. Ну вот такая схема, которая очень простая, с одной стороны, но с другой стороны, что такое маркетинг? Многие думают, что маркетинг – это лидогенерация, это привлечение клиентов, это создание трафика, это написание контента. Но, да, это как мы, как маркетологи, мы должны все это делать. То есть это часть нашей работы. На самом деле, вся часть нашей работы – это в том, чтобы привести нашего потенциального клиента по этой лестнице и для того, чтобы он превратился из потенциального клиента в настоящего. Ну и первый этап. То есть первый этап – это известность. Понятно, что, ну вообще нужно понять, откуда о вас будут знать. Ну, как правило, это какие-то рекламные кампании, как правило, это какие-то мероприятия, которые проводятся. И на первом этапе мы генерируем это понятие известность. То есть о нас должны кто-то знать. Ну, как бы понятная история. На втором этапе мы должны как-то вовлечь, потому что если мы говорим про 12 шагов, я хочу, чтобы вы как-то так помнили об этом, то, что у нас в продаже всегда есть вот эти этапы, и мы всегда сопоставляем с тем, как мы знакомимся с людьми. То второй этап – это вовлеченность. Ну, то есть как нам вовлечь, как сделать так, чтобы проходящий мимо человек там обратил на тебя внимание. То есть, как правило, это создается определенный контент. Это пишутся какие-то статьи, интересные видео, причем не просто интересные, это полезные вещи. И, как правило, контент состоит из двух вещей. Это либо какая-то полезная информация, либо это какое-то развлечение. На следующем этапе мы должны понять, что наш потенциальный покупатель должен превратиться ну, хотя бы в нашего там условного подписчика. То есть, ему должно быть интересно, и он теперь подписывается на вас, он как-то за вами следит, он как-то реагирует. Он еще у вас ничего не купил, но при этом он, естественно, как бы находится с вами всегда в контакте. Как правило, это достигается за счет определенного ограниченного контента. Мы сейчас не углубляем все в детали, потому что нам не хватит времени на этот блог. Ну, и очень важный этап. Это этап, когда мы его называем обменом, его можно назвать первой сделкой. То есть, когда происходит передача денег с точки зрения продажи, ну, если нет денег, то это какой-то момент времени. То есть, когда люди либо вам отдают даже небольшие деньги, либо они тратят время на то, чтобы поизучать ваш продукт. Это очень важный момент, потому что на этапе конверсии часто мы можем видеть, например, в ритейле, и мы можем это увидеть следующим образом. Нам дают рекламу какого-то продукта. Как правило, это продукт первой цены. Человек приходит, его покупает вот на этом этапе. И на следующем этапе, когда он открывает этот продукт, оказывается, что его можно только выбросить. То есть, этот момент, когда происходит конверсия, важно в том, чтобы первая ваша сделка, она была такая, чтобы человек, в конце концов, улыбнулся. Он должен купить и сказать, о, блин, как круто! Я так недорого заплатил и получил такую интересную штуку. И вот если это происходит, если человек становится довольным, а если этого не происходит, то приходится тогда возвращаться сюда на степень увлечения. Потому что, если человек открыл продукт и он недовольный, то он покупать больше у вас ничего не будет. То есть, и все ваши дальнейшие шаги, они будут бессмысленными. Но как только на первом этапе мы говорим, что у нас есть хороший оффер и разработка офферов, это отдельная история, но при этом человек покупает, он пробует, ему сильно нравится, то следующим шагом он покупает ваш основной продукт. То есть, он покупает основной продукт, и он также должен оказаться довольным от этого продукта. То есть, у него удивление, он радуется. Если это происходит, то, собственно говоря, вы можете дальше человеку допродавать. Потому что человек, который купил, ему нравится, он получает от этого удовольствие, он все время улыбается над взаимодействием с вами. У этого человека не возникает вопросов не покупать. Более того, такие люди становятся адвокатами. То есть, они являются такими довольными клиентами, они все время готовы оставлять отзывы. Они говорят, вот как круто, пришел там, или попробовал какой-то продукт, он мне понравился, и все время там пишут об этом в социальных сетях. Если этого не происходит, мы опять должны вернуться на момент и посмотреть, а что нам нужно сделать для того, чтобы человек улыбался, для того, чтобы он был доволен. Если мы делаем все правильно, то на восьмом этапе человек становится вашим амбассадором. Вот здесь как раз и появляется такое понятие, как бренд, потому что часто многие думают, а давайте мы сначала создадим какой-нибудь бренд, а потом начнем его продавать. Ну, вот это тоже такой очень тупой путь, потому что на самом деле бренд – это такой бонус к тому, что вы делаете все правильно. И на восьмом этапе довольный клиент, они уже активно продвигают ваш бренд, неважно, платите вы им за это деньги, не платите вы им за это деньги, они становятся вашими вашими амбассадорами. И самое главное, что петля ценностей как раз в том, что когда вы создаете весь этот путь, когда вы его контролируете, когда вы понимаете, как на каком этапе что-то происходит, то вы в принципе можете создавать бесконечные продажи. То есть вы их можете не просто предсказывать, вы их можете предсказывать с большой точностью, потому что у вас появляется статистика, и вы понимаете, что из 100 человек, которые зашли к вам на сайт, там 10, они покупают у вас основной продукт, 5 из них покупают дополнительные продукты, и там 3 из них, они все время будут покупать вас, чтобы вы им вообще не продавали. Ну, кстати, я, у меня очень много есть сервисов, за которые я плачу деньги бесконечно долго. Я даже могу ими не пользоваться, но я не хочу отказываться от этих сервисов. То есть я не хочу их терять, я все время их сам продвигаю, то есть если вы даже посмотрите на себя, вы все время что-то покупаете. То есть довольный клиент будет покупать всегда. Вне зависимости от того, нужно это ему, насколько это ему нужно, он просто счастлив, потому что он покупает, он счастлив, и от того, что он счастлив, он покупает снова и становится еще более счастливым. Это, собственно говоря, и есть петля ценности для покупателя. И формировать петлю ценности – это очень большая и важная работа всех нас, всех, кто задействовал в маркетинге и в продажах. Потому что если у вас есть какие-то проблемы с продажами, но вы знаете, что у нас клевый товар, у нас хороший сервис, но по каким-то причинам это не продается или продается не очень хорошо, то у вас только, может быть, две проблемы. То есть проблема первая – у вас не выстроены позиционирования. Проблема вторая – у вас проблема с прохождением всех восьми стадий. То есть вы пытаетесь перескочить со стадии «Привет» на стадию «Покупай», и, конечно же, никто этого делать не будет. Но, собственно говоря, это и все. Поэтому если кому-то это интересно в продолжении этой истории, потому что это маленькая часть была, как я сказал в самом начале, вы можете мне там позвонить, написать, только напишите свое имя, я могу прислать презентацию, можем договориться о бесплатной для вас консультации, потому что все, кто здесь находится, получают такой специальный бонус от нашей ассоциации, вы можете получить бесплатную консультацию по любому вопросу. Спасибо.